Запуск нового блока очистных сооружений в Уфе обеспечил стопроцентную очистку сточных вод города. Об этом заявил мэр столицы республики Ирик Елалов на Всероссийском экологическом форуме, который прошел в минувшую субботу в отеле Шаратон. Стоимость проекта городоначальник оценивает в 6 миллиардов рублей. Мы ввели четвертый блок очистных сооружений, и ровно треть стоков, которые раньше попадали в реку Белая, не очищены. Они чистятся сейчас. И город Уфа единственный город-миллионер после Москвы и Санкт-Петербурга, которые сбрасывают в реку Белую, хозяйственные бытовые истоки, 100% их очищает. То есть мы забираем воду речную и мутную, а сбрасываем туда более чистую воду. Вот это существенный вклад. На это потратили за последний город около 6 миллиардов рублей. Положительно на экологическую ситуацию в городе, по мнению мэра, также повлиял перенос промышленных предприятий за черту города. В частности, завода резинотехнических изделий, молочного комбината на улице Бабушкина, завода горного оборудования и ряда других производств. В то же время Эрик Елалов признал, что наибольший вред экологии Уфы сегодня наносит транспорт. По его оценке, автомобильный парк столицы насчитывает почти полмиллиона автомобилей. Также в рамках экологического форума, который собрал в Уфе более 500 человек, федеральные и региональные эксперты затронули темы взаимодействия бизнеса и власти в области охраны природы, проблему переработки бытовых отходов и многие другие. Подробнее об экологическом форуме Ассоциации юристов России смотрите сегодня на нашем телеканале после 19 часов. Интервью с Эриком Елаловым в четверг в 19.10. Субтитры создавал DimaTorzok